Мы приглашаем сюда по отделам заведующих отделов, там земля, кто-то войной, еще кто-то, кто отвечает за это. И тогда поднимаем эту тему и обсуждаем, и говорим, люди хоть слушают. Тут рабочий момент, я хочу с вами рабочий. Где-то матом, где-то не матом, где-то еще кого-то, куда-то. Зачем это все, вот это шоу-мело? А потом получится то же самое, как получилось в Одессе. В Одессе написали, медики ограбили бабушку. Думаю, дай я открою, посмотрю. Открываю, бандиты в медицинских масках. Понимаете? Вот это и у нас получается в Теплодаре. Офицеры громады, они зарплаты получаются МВД. Ты написала, что они будут с горсовета опять будут бюджет. Правильно, разговор был сначала о горсовете, а потом... Почему мы согласились с этих офицеров громаду? Потому что зарплата с МВД, а мы им-то... Это уже потом вы стали говорить, что это у вас МВД. Все, не будем спорить, давайте о другом. Ну, спорим будем, но это птичка выдела. Александр Николаевич. Я снимаю все равно. Я пытаюсь вас к чему-то склонить и что-то там такое делать левое. Я хочу с вами, польчачки, вы подсказали по дню города, то, что у нас здесь наметки, мы скажем, давайте вы скажете, более что-то предложите. Его надо перенести, потому что не успевает. Красная зона, лот-даун. Паня Теплодар. Нельзя на сцене репетиции не запроводить, потому что приедет прокуратура и сразу надо плач. Ну, хорошо, приедет прокуратура, а на линобаре работает. Пожалуйста, напишите. Скажите, что мне. Вот я тоже сомневаюсь. Напишите руку. То же самое, я хотел с вами поговорить по поводу уборки. Смотрите, вчера пришелся по городу, поехал. Зашел в монастырь, посмотрел. Красиво убирается. Очень красиво. Вы извините, мы сейчас сделали новую. У каждого предпринимателя есть, как называется, закрепленная территория. Охранная территория, которую мы должны обратить. 10 метров, вот их до 15 метров. Тут дорога, там, если больше, то больше. Что делают монастырии? Они берут с территории своей, выносят на улицу, и прямо возле забора, вот такая ученица. Ну, это же ваша территория. Вы должны ее убрать. Ну, договорились. Слава Богу, на общую встречу я все уберу. Все будет нормально. Попробуем, что нам нужно помочь. Мы ей поможем. В общем, вот такое. Было нормально, что я целый полчаса, чтобы мы сидели с ней и разговаривали. Потом поехали по городу, посмотрели. На стадион. Ладно, говорю, ладно. На стадионе, ну там. Оттуда, понимаете, вот такое ощущение, что хозяин. Передник отдела, а зад остался без ничего. Ну, ужас. Вот это предписание. И сейчас, в четверг был селектор из Рогневецкой. И вот этот месяц идет месячной чистоты в Одесской области. Мы прозвучали. Нас фотографировали на выезде... Павел Сергеевич, можно я поговорю? Можно мне это? Я поговорю. Можно? Ну и что, да. На выезде на ТАСС, там продавали фрукты. Фрукты, вы вообще видели, да, картошку продавали? Да, 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 да. На Одесской области. Взяли туалет. Они уехали, а туалет остался. Нету, конечно. Остался этот туалет. Проезжал в немецкий, сфотографировали. Мы прозвучали, сказали, ай-яй. Убрали, конечно. Мы нашли хозяина, нашли, кто там это сделал. Убрали, все без скандала, все убрали. Ну, потом не говорили. Но они сказали, что до конца месяца будет прижать каждый город, 2,3. И вплоть до того, что новый закон, штрафные санкции. Прекрасно. Это же прелесть. Вчера мы, когда мы собрали из оперативок? В понедельник. В понедельник, да. Месяц назад Юрий Петрович собрал всех, рассказал. Ну, знаете, как он умеет. По буквам разложил все, все, все. Идете, если надо убрать, заключаете договор. Ну, Андрей Ильич, с ним или с кем-то, кто будет уносить мусор. Но никто, хотя бы один, один сказал, что я пришел, мне было на величине, не было кому претиться. Вы понимаете? А потом, когда Юрий Петрович вызвали в воскресение в Раду, я говорю, куда нам вызвали. Я говорю, а мы мусору носим теплода. А это нам вот туда, с того кооператива, носят, нам выпилает посадку. Понимаете? Вот детский сад какой-то. Значит, вы носите мусор оттуда, носите себе в подъезд, выбрасывайте мусор в крови, в кровь. В этом подъезде люди живут, у которых нет дач. Они за вас тоже платят? Ну да. Ну да. Это что надо? Это надо высшее образование, чтобы это понять? Понимаете. А теперь вот это вот, Шарай Айла выступал там, еще выступал, сказали. А нет? Вадим. Первое предупреждение или сразу же штрафные санкции? Что они сказали? Сначала выход комиссии, предупреждения. И потом штрафные санкции. На каждого. Вот это мы поняли, предупредили руководителей. Они много задавали вопросов. Как убирать, а почему убирать? Ребята, 15 метров, это ваша территория, попробуйте не убирать. По трубе, я там говорила, тоже мы объяснили, что трубу будут убирать С2. Труба, которая там по метру в сторону, это она. А то, что мы, Андрей Ильич, кто-то будет убирать, долго в долго сидели разваривали, там много есть вопросов по поводу пустых участков. Ну кто, я приду к вам или вы придете? Кто придет и будет по тем пустым участкам с вами разбираться? Поднимите базу. Есть приседатель. Он деньги собирает, он зарплату получает. Работайте. Сядьте, работайте. Подайте, скажите. Вот этот, вот этот, вот этот. Не можем найти. Подключимся из полков. Найдем через грех, все сделаем. Ну это же надо, надо работать. Они писали вот эти плакаты. У посадки Чуйков убери мусор. Я что тут обретил? Носил туда-то гусор. Значит, как, извините, ганить, так это пожалуйста. А как убрать деньги убирать? То же самое. Вы устали лично убрать. Вам специалисты еще продолжили в эти службы? Не, вот зачем? Вот этот плакат писали. Пойдули. Зачем? Вы не устали, а где он был жор. Не устали. Так, смотрите. Я вам хочу предложить. Давайте выйдем вместе. Зайдем. Зайдем в гаражи. Металлист, например. Мы металлисты. Куда зайдем? Пройдем после еще где-то. Сфотографируем. Я вам скажу. Кто хозяин? Фамилия Остин. И на фейсбук выставлять на всю Украину. Давайте. Иван Иванович, который является директором этого предприятия, на которое наложены штрафные санкции, не хочет убирать. Получает зарплату такую-то. Все. Только за. Мы джонгеры часто проводили. Металлист завозится с кооперативом, не знаю, с домом или откуда. Завозится и высыпается в эти банки. Хорошо. Почему там проезжая дорога? Там проконтролировать практически невозможно. Слушайте, ну можно так же поступить, как поступил кооператив в капитальные гаражи, и там все будет нормально. Как ты знаешь, лампу не поставим. Это можно кооператив сейчас. Говорили с кооперативом председателями, да? Вот они говорят, а как заключать товар санкции, а как мусор? Я говорю, да найдите выход. Можно выход найти. Надо только сесть и говорить. Предлагает один из кооператива, говорит, вы знаете, у нас в кооперативе есть молодой человек, парень, который написал объявление. 10 мешков вывожу, за 10 мешков вывожу, за 10 мешков вывожу. И все, мы ему позвонили, он пришел, забрал его. Есть выход? Что надо сделать? Надо только встать, одеть штампу, и все, больше ничего не надо. Ну, согласен. Так это надо людей, надо заставлять. Вопрос задания по кооперативам. Они уже оставили договоры, заключили договоры? Да никто не... Нет. А, я еще говорю, если это не было, разжевывали, рассказывали, писали, записывали, но... Вот сейчас, вот сейчас есть законное основание, поймать, а вот она дали. Кому что? Председатель? Председатель. Председатель. Он не заключил договоры. С кем? С кем хочет? Он же не может сам заключить. Как это не может? Он юридическое лицо. Михаил Николаевич, садоводцы. Для этого надо в леске, чтобы там были деньги, за которые он будет... Правильно. А для этого надо собрание провести. Для этого не хочет собираться. Проводили собрание в клубе, Александр Николаевич, проводили... Ну, мы с пустого порочника. Никто не хочет. Два года назад мы собирали тоже собрание здесь. Приходили председатели кооперативов. У нас мусора нет. Вот однозначно. Нет у нас мусора. Я предлагал тогда, и сейчас могу предложить. Я тогда предлагал жену. Давай поставим вот там вот на выезде, возле дачника, да? Ну, большой контейнер. Я не знаю, такой, как стоял возле этого. Один или два. Давай их сделаем. И поставим там, и поставим возле энергетика. Вот там есть место. Поставим. Люди будут туда сыпать. Через полгода мы увидим, сколько мусора на этом кооперативе. И тогда можно заключать договор с кооперативом на этот мусор. Я думаю, что уже не повезут. Ну, я сам лично видел, человек с кооператива приехал и высыпает мусор 4 дня назад. Вот здесь металлист. Он металлист. Он металлист высыпает. До этого был возле скорой помощи. Ну, там убрали. А вы сделали ему замечание, этому человеку? Делали. Ты же знаешь, как там... Знаю. Там председатель приходит и говорит ему, и фотографирует. Там и камеры стоят. Ну, это бесполезно. Как это? Заявление в полицию. Он мог организовать свой мусор. Несколько лет назад. Я не уверен, что человек другой не с ветерана приехал и высыпал там мусор. Понимаете? Это веще не собираетесь. Александр Николаевич, когда человек хочет, давай человеку сложности. Я не говорю, что он будет... Александр Николаевич, что для нас важно? Чтобы не сыпали возле поликлиники, чтобы не сыпали еще где-то, не сыпали в посадку. Поэтому давай поставим. И Андрей Ильичу, конечно, надо будет. Он не будет бесплатно вывозить этот мусор. И посмотрим по наполняемости. Иначе вот это поговорим, и ничего не будет последовало. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Прагу составляем председатель кооператива. Оформить справку. Кому я писал заявление и ушел. Это разденное место. Хорошо, смотри. Вот, извини, загадывали вот эту всю дорогу. Я тебе прошу. Я снимал. Александр Николаевич, у вас? Хорошо. Выключи, пожалуйста. Ну как выключи? Я хочу, чтобы люди видели, о чем мы говорим. Я же говорила вам, что я буду снимать. А потом вы скажете, что я придумала. А в Север опять что-то придумала. Ну зачем вот это вот делать шоу? Да какое шоу? Ну Александр Николаевич. Когда мы решаем какие-то проблемы городские, мы сейчас хотим обсуждать. Так это городская проблема, мусор. А тут все городская проблема. Ну, на качалке. Ну, может кто-то прислуживается. Что не выйдет, что не выйдет на дорогу. Ну, поглижем. Сейчас нужно знать. Надо научиться говорить своими временами вещи. Вот трасса была, да? До трассы вот эта дорога. Слева, справа. Едите в Теплодар, выбрасывали кульки. Я бы хотел по-другому сделать. Как вот Львов тогда была в Львове после Украины. Помнишь? Открывали кульки, искали щитарки, находили адрес, фамилию. Потом приезжали и выбрасывать, находили откуда. Со Львова это был лучше. Кстати, хорошая идея. Я хотел только сделать. Ну, думаю, рыться в мусоре как-то надо. Надо долго сидеть в кустах, еще понимать. А что сидишь, куда? Я хочу сказать, что когда новая почта вот так выбрасывала, люди просто выходили, брали свои посылки, выбрасывали вот там. Мы брали и... Фотографировали, да. Да, фамилия. Да, фамилия. Я думаю, вот это я делал с этим вопросом. Попросили, долго просили, чтобы он это убрал. Это не его работа. Понимаете? За это надо платить деньги. Каждая работа. Ему надо зарплату заплатить, бензин, бензин. Это наша работа и наша земля. Это все наше. Но надо, чтобы все было законно. Чтобы потом не восторгал, где мне убирать, покажите. Вот сейчас мы сделали, вот каждому предпринимателю сделали 15 метров вот его... А если у него 30 метров, он сам не бывает. 15 метров. 15 метров. Это уже в районе на исполкоме, есть 30 метров. 15 метров. Слушай, 15 метров по закону. 15 метров. Других убрал, вот, как называется, овечка. Пришла, сказала, ну сейчас ладала. Я понимаю, как предприниматели, работы нет, зарплату платить надо, налоги платить надо. Она говорит, ребята, нет у меня. Я говорю, давайте так, в этом надо попробовать. Уберите листву, Андрей Ильич придет... Я дал технику, они собрали, учили это все дело. То есть, можно, все, только надо... Вдоль забора уже нет. Я понимаю, только надо иметь желание, и тебе обращаться, поставить пациент, я загружу там, и предпринимать, и забыть, и забыть. Да, сейчас... Михаил Михайлович, надо делать. Знаете, лучше прожметь и сделать. Не надо мне это говорить, я уже сделал, только они не выйдут. Я не имею в виду именно вам. Но одного наказать, и остальные будут в Маякске. Я хочу сказать, что прошли дорогу от Маякской трассы до ВНС-1, Дамба, и что, и уже два мешка с мусором лежит уже, я не знаю, что надо делать. Просто два свежих мешка мусора уже лежит. У меня сегодня было, это есть, отступление. Он приехал, он в Германии на дальневойщине, на этой машине большой, там вывозят, ну, длинная машина, сами фуры, фуры, фуры вот эти. Говорит, разворачивался, да это немножко, Андрей Ильич, немножко разворачивался, чуть-чуть зацепил бак. Ну, там длинная фура, знаете, по 10-20 метров, зацепил бак. Ну, думаю, ну, ничего страшного, не перевернул, не разбил, ну, мятерами, и уехал. Увидели, говорит, какой скандал, кто-то проходил мимо случайно, увидел, сфотографировал машину, и это у меня нет. Да. Тут полиция, милиция, начальника, руководителя вызвали фирмы. Все правильно. Такие, там, 150 евро, ничего, она заплатила. Ну, говорит, плодь до решения правного. Представляете? А у нас едут сзади, видят, что выбрасывают. Ну, думают, да я тоже выберу, и тоже выбрасывают. Надо людей учить, немножко учить к культуре. Где-то кого-то наказать, где-то кому-то. Надо говорить, говорить, говорить. Я думаю, что дойдет, ну, взрослые люди, мозги же есть у всех. Дойдет до всех. Только договорились. Для того, чтобы наказать, надо иметь полномочия. Кто у нас наказывает? Я не прошу. Подожди, что у нас наказывает сегодня? Как здесь? Кого ты отправляешься? Найдем на ваграме, найдем на ваграм. Кто? Кто имеет право создать его в таком насеку? До 5 мая еще у нас есть инспектор. Я хочу сказать вам, что Николай, я послужил участие в устранении. Ликвидирование. Видимо, там не было. Да? Нет, нет. По благоустройству. По благоустройству службы такую убирали. Убирают города, убирают такую службу. Потому что вводят сейчас полицейские громады, которая включена, а оказалось... Это функция. Ясно. Ну, до 5-го числа доценка же еще на работе. Конечно. Он имеет право сейчас показывать его. Ну, вот, значит, пусть ходит, когда он не обзачивался. Почему он сейчас не обзачивает? Да, позвольте. Моему взору было, как и представлено, видео, обо-останним форматом спаливания субовеслинности, смятяток, я че оцем не говорим зараз. И, как привлекли... Мы приглашали. Я не смог прийти. Не было. Визвали до головного управления. Визвали, вы же понимаете мою специфику работы. Я одна людина, потому что так. Поэтому так вот и приходится. И, вы знаете, я увидел, как я в действии, как працюет, как працюет взаимодія місцевого управления и инспектору с благоустрою и населения. Как оно працюет в целом. Как вы назвали полицию, как зафиксировать, как право злочин. На территории Некрасова, 1-го и его, 1-го зама. Горела, горела мутер. Я её зафиксировала в прямом эфире. Скажи, пожалуйста, вот как это должно, вот ну, какой-то должен быть штраф. Или это тоже, ну, как бы мы на следующий раз. Если вдруг... То есть вот эта вот фиксация вот этого нарушения мы можем как-то? Самое так. Можем, правильно? А вот, подожди, у меня не было времени вызвать коллекцию пожарную и так далее. Но я зафиксировала это в прямом эфире. Каким образом должен быть выписан штраф? То есть, если можно, то есть, если можно, то есть, если можно, то есть, если у нас есть человек, который отвечает за многое, так? Если у вас нет возможности, вы зафиксировали, но вы имеете полное право вызвать ту человек на месте подъем. Або показать в видеофиксацию, потому что так оно есть. Он на основе того, он принимает решение. Треба ему полицию, пожарникам, или что. Если, допустим, есть загроза, вы же понимаете, каждый гражданин, он вызывает пожарную. Когда нет то есть загроза, но оно есть загроза жизни человека, именно то есть. Не обязательно человеке. Довкилля же тоже может быть. Да, но не живому. В целом живому оно то есть. Саша, когда горел этот камыш, когда я тебе звонил, это за территорией того возраста. Когда раз за территорией? Вы вызывали полицию какую-то? Так, вызывали полицию, вызывали, мало было приезжать полиция из города Беляевки и фиксировать. Полиция приехала. Я не дочекаюсь полиции, у меня функции немного другие. Вы в полиции не принесли, почему нет? Причину нет. То там оно фиксуется все. Есть рапорт, где вказана фамилия старшего следствия, кто приезжал. Поэтому я эту информацию могу надать. Кто живет в Украине? Кто в доме, который там проживает в Украине? Я забыл загрозу. Была загроза, потому что мы там и работали. Там жива женщина, которая очень плохо приносит в город, и она за межами живет с дыханием, какие-то проблемы. Она живет с сыном, и очень долго там живет. Была загроза и в доме, и в доме, и тем предприятиям, которые там находятся, потому что сухая трава. Хорошо, вот эти данные, чтобы я тебя познакомил, я не получил данные, кому ты обратился в полицию и кто приехал. Так, это можно решить? Да, это можно решить. Да, это не надо. Они касаются. И поэтому я так побачу, как взаимодействие и деятельность с инспектором, благоустройством, как оно уже работает в системе. Есть, вы говорите, что там десь, ну, они ликвидируют такие позиции. Ну, я бы, как что с вашего дозвола, то можете переглянуть эту вопрос. А если оно не переглядается, то очень важно эту комиссию, эту комиссию уже створить, потому что оно... А то, как все это время взаимодействовал, ну, курсовет, инспектор по благоустройству с пожарной... И чтобы люди знали, что если он это сделает, то что-то будет. Я снова опытно знаю, потому что у нас там в России мусора нет. И нам не надо... Я хочу... Я там постоянно нахожусь, святкую, делюсь, я понесу, кульочок. Пух, кину. Я той кульочок у дверь вечером. И тут несколько людей... Не знаю, куда... Вивозят сейчас на ночь. Я таки даже говорю, люди, паперси, едут на такси, службит таксист, и паперси с кульком на дорогу кину. Для того, чтобы... Людей привлечить... В Германии, правильно, так 100 гривен за обой, 100 доларів за обору кинули. Он знает, что... А у нас... Иван Живой, если вы везете по дороге, если вы смотрите на право на газон, там звук вы кидают обору, около каждого дома. И дворники жалуются, жалуются. Я знаю... Ніхто ничего не делает. Перед тем, как собирать людей, говорить о каторгах, давайте... Так, и что-то получите. А так вы сколько хотите, собирайте обурили. Я говорю, давайте сделать так. Как так? Продолжайте, как так? Пока людей... Людей нам сказали, вам не интересно. Пока людей, что учишь культуре, пока они не будут понимать, не будут учить ребенка, что нельзя выбрать свой кусок, и сам людям показывать пример. Наши люди не будут учить. Наши люди не будут учить. Наши штабы не будет наказаний... Нет, надо... Тихо-тихо, не стыдяться, вкинуть еще. Вот тогда в городе чисто, тогда и стыд запросится. Почему? У меня вопрос. Можно узнать у Андрея... Андрея, да? Ильича. Ильича. Да, Андрея Ильича. Можно узнать о том, какой вообще режим у дворников, как они работают. Они должны работать с утра, вышел с утра, и потом после операции. Два раза в день. Правильно? У них уже решили. Как они начали работать? Потому что вы видите на той карте, и встали сюда. Позарь! Я сияю. Все сразу. Совершенно верно. Вот здесь Коля предложил прекрасное... Можно закрепить и повешать табличку. Вашим... Вашим домом прибирает уборщица такая-то, номер телефона такой-то. Все. Ну... Мы будем знать, кто у нас там вообще появляется. Третью неделю стоит весь базар муси. И ей будет стыдно, наверное, не убрать уже. Я сияю. Базар. 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 По хорнику, да, по хорнику, почему 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 хорнику Владимир Андреевич, скажите, пожалуйста, можете вы как-то делать так, ну, так как вы сейчас у нас еще инспектор по благоустрою. Нет, нет, он еще до 5 мая будет. Он может делать факты о вот этой грязи, что появится на базарах, это его работа еще будет. Ну раз міський голова вам говорит, что я працюю, я вам відповерю. 17 грудня я черновой раз переглядал на генерала Пліева, 15, и черновой раз вкладывал протокол про адміністративное правопорушение на порушников, которые торгуют незаконно, противоправно мясомолочную продукцию, попереджав их, вписывал приписи, попереджав на одни разово цих осіб. Но вместо того, чтобы поддерживать инспектор по благоустрою, посадовую особу, міський голова и керівництво, выстронули меня от посадовых оборудов, от повноважений на 2 месяца, проводили фейковое службовое расследование, информацию, из которой они дважды вернулись до правоохранительных органов. Жодного разу не подтвердилось заявки, с которыми обратились указанные особи, которые противоправно торговали на вказанном месте, жодного разу не подтвердилось, но эти особи продолжили торговать противоправно вказанную молочную и мясную продукцию без жодных дозвольных документов. Порушение чинного законодательства, порушение правил благоустрою міста Теплодара. Они не сплачували податки у місцевий бюджет, вивозят ці гроші до Сибкер, які заробляють Теплодарі, але вони проживають в Майор, в Прилиманскому, в інших населениях Пута, в Ирному, в Широкій Балсі. І це не тільки на цьому базарі, це і біля Центрального базару. Не требувайте мені, будь ласка. Ви у Центрального базару не бізація, атакули. Ви ще не знаєте, атакули, 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 атакули. Принесіть протоколи! Вы работаете не фиксируем, а не фиксируем. Принесите протокол. Принесите протокол. Я не знал, что важен и давать вам протокол. Чего это вдруг? Она как депутат имеет право доступа ко всем документам мэрии. Принесите протокол. Вы сегодня решите тему колокола. Все поговорите. Давайте поговорим. Андрей, присядьте, вам никто. Андрей, я бы если бы вы положили, я просто така. Сядь, сядь. Вы зарплату получаете? Вы зарплату получаете? Вы зарплату получаете? Получаете зарплату? А кто вы такие, тогда если вы будете полагать, ему задали адресный вопрос, адресный вопрос, шикарёшь. Я не знаю, тихо, люди же смотрят, я просто задала вопрос, один, подожди, адресный вопрос, надо ответить и всё. Я задала вопрос, полномочная боль или нет, почему вы разошли? Вы депутат, вы депутат, присядьте, присядьте, присядьте. Человек обещал, женой отсюда раздук, он должен держаться. Если вы хотите собраться, то вы что писали? Наташ, мы чинем пришел по своему мнению, на вас разбудитесь, я не понимаю, если вы хотите. Если вы хотите, тогда не выключить, обязательно, отпустите гражданина этого. Это нет, ну он наступал, ай, ну дай это слово высказать. Если вы хотите, нас возбудят по всей Украине, вот сейчас, в прямом эфире, понимаете? И это позорище вот этого сгорания. Так вот, я что говорю, выслушать, дайте выслушать. Если вы хотите, я вам уже сказал с самого начала, хотите какую-то тему, давайте соберемся.